Итак, начинаем. Нам понадобятся две трубочки. Первая это будет трубочка основа, она будет укладываться на ребро донышка, но мы ее не плющим, она в таком же виде в каком есть. И рабочая трубочка, которую мы будем пропускать между пальчиком и рукояткой, мне так удобно нашего шила. Для начала плетения сделаем такую манипуляцию. Это будет удобнее. Зафиксируем. Можно вот таким, можно вот такой прищепкой зафиксировать. И подержим несколько, ну, минуточку. Подкладываем трубочку основу. Начинаем делать не очень тугие, но плотные литочки. Первый ряд будет, ну, скажем так, немного сложноват. Нужно будет держать две трубочки и еще и донышко. Я рекомендую зафиксировать вот это вот начало вот этой прищепочкой. Пошли по кругу. Постоянно поправляем пальчиками. Продели, поправили. Здесь оставляем небольшое расстояние, чтобы можно было потом продеть нам. Сейчас покажу вот тут вот, да, чтобы можно было продевать трубочку. Следующий ряд. И пошли. Пикеречки будут укладываться, стремиться в диагональ. Вы старайтесь выравнивать треней. Вот так приблизительно делаем. Продолжаем. Поправляем. Снимаем нашу прищепочку вспомогательную. Наступил момент, когда мы будем накладывать рабочую трубочку. Точнее вот эта трубочка основа. Вот так. И дальше, как в обычном корневом плетении, проводить литочки. Сюда мы пропускать трубочку не будем, поскольку здесь будет двойная. Будет некрасиво. Ножничками поправим здесь, вложим трубочку, чтобы не было вида хвостиков. Пальчиками придерживаем здесь и начинаем заводить вот эту трубочку нашу, вот сюда, как в обычном корневом плетении. раз. Теперь можно виточек вернуть назад. Первое время будем помогать шивом. на первом круге однозначно. Сейчас я с этой стороны продену шивом. По ходу трубочки рабочей. Два. Все. Обратите внимание, и пошли наши виточки. Три. Иногда по ходу плетения я держу перед собой вот так вот плетение и ровняю рядочки. завожу. Иногда очень туго доставать эту трубочку, если плотное плетение. Я купила себе вот такие щипчики. подхватил, чтобы потом не болели пальцы. Опять таки, мне нужно сейчас нарастить трубочку. Что я делаю? Поворачиваю плетение, обрезаю. Вот здесь у меня будет наращивание прятаться под эту трубочку. Еще раз. Вот здесь буду наращивать. И это наращивание спрячется вот под этой трубочкой основой. наращиваю трубочку. Поскольку здесь плющу трубочку, то я ее не кручу, не проворачиваю. Просто надеваю. Немножечко подожду. Подготовлю отверстие. Продеваю. А здесь стараюсь придерживать и подталкивать наших. Чуть-чуть еще. Все. Стараемся делать плетение свободным, чтобы не было сжатия нашего круга. Я вижу, что расстояние между вот этими петельками максимально критично. Мне не нравится такое расстояние. Трубочка, которая будет ложиться между ними, будет не очень. Поэтому сразу со второго ряда я начну вклести дополнительные петелечки. Под трубочку основу. Вот сюда. Делать я буду это через одно. Потому что если будет две, то будет большая скучность. То есть две, одна. Две, одна. Помогаю шилом. По поводу шила. Шила у меня есть два размера. Если я делаю маленькие какие-нибудь изящные изделия, иногда нужно, конечно, и острое. Лучше пользоваться вот таким. Это гамма, гамма, 0,1. Более тухое, не ранит трубочки. Видите, я пальчиком придерживаю сразу петельку. Двое тупое. Рюмпулах. Весчинка. Играя. Весчинка. Петелька. Петелька. Играя. Голосуф. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дискаль 12 Держит Держат Держит Держим Держит Держите трубочкой укладывать их вот здесь вот потихонечку так вот по диагональке просто укладываем стараемся укладывать так чтобы здесь была практически ровная линия ровненько и так далее продолжаем укладываем веточки по диагонали чтобы заполнить это пространство приблизительно вот так получается так так Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok